Котера, тебе надо немножко потусить. И перед тем, как начать это видео, я сразу сделаю некий опрос по лайкам-дизлайкам. Давайте так, если вы считаете, что FIFA лучший симулятор футбола, ставите лайк. Если считаете, что про Evolution Soccer, ставите дизлайк. Ставлю им лайк. Начну я, пожалуй, с плюсов данной игры. Плюс номер один. Это, естественно, паки, которые сексуально открываются. Шанс того, что у тебя выпадет какой-нибудь условный Неймар, Месси, Криштиану, увеличен раз так в 100, нежели FIFA. Безумно нравится идея с прокачкой футболистов. Падает тебе какой-нибудь бич с рейтингом 75, и ты можешь выпрямить ему статы под 90. Это действительно очень круто, когда ты можешь своего любимого футболиста накрутить на максимум, и он будет ебожить тебя как царь. Еще один охуительный плюс в том, что у вас у команды, по сути, нет сыгранности, и вас никто не ограничивает соединить АПЛ-ку и Ла Лигу. Ну и, в общем-то, все. На этом плюсы заканчиваются. Серьезно, я вот реально сейчас сижу и думаю, какие плюсы я еще могу набрать в этой игре. И у меня, к сожалению, ничего в голове не происходит. Минута милоты, и сейчас пойдет жесткий хейт и агр. Я всех предупредил. Как там говорится, встречают по одежке. И нас ПЭС встречает серым, унылым, дерьмовишем дизайном. Казалось бы, опытная компания Konami сколько лет и с года в год они не могут себе нанять адекватного дизайнера. Я, конечно, понимаю, что это не главное-главный геймплей и все такое, до него мы тоже доберемся. Но, блин, ебаный рот, в 2019 году делать такую унылую серую менюшку, вы, блядь, серьезно? Я не могу сказать, что Konami это какая-то печарная контора, вполне себе самостоятельная компания, которая выпускает много крутых игр. Но Silent Hills я никогда этим пидорасам не прощу. Переходим ко второму минусу, который, возможно, связан лишь только с Россией. Это гребаные, блядь, сервера. Вы, блядь, нахуй делаете предзаказ, покупаете игрушку, ждете, когда вот-вот она выйдет, запускаете и вам пишут «Братан, иди нахуй, у нас тут как бы пикничок не для тебя». Так подготовиться к открытию выхода вашей игры, блядь, вероятно, самой значимой в вашей компании. Но это насколько должно быть похуй, блядь, на своих пользователей. Как бы, блядь, мы не ругали FIFU, но никогда такого дерьма не было у eSports. Хотя с серверами у них, как вы понимаете, тоже не все так гладко. Ну и вот, каждый раз, чтобы мне запустить PES, мне тут надо такие танцы с бубнами устраивать, вы просто охуейте. Мне нужно подключаться к Wi-Fi, переключать провод с компа на PlayStation 4, ебать какие-то гребаные настройки в этих, блядь, нахуй сетевых аппаратах. Я должен подключить VPN, купить подписку VPN. И тогда только я смогу поиграть в PES. Ну не охуительно. Переходим к MyClub. Тот самый режим, который показался мне невероятно классным, когда мне дропали Снеймар, Мбопе и прочие крутые ребята. Это прокачка невероятная. Но, блядь, каким, блядь, сука, образом я должен собрать состав своей мечты, если в этой игре просто нет трансферного рынка. Все вытыкается в то, что ты должен донатить. Донатить и, может быть, когда-нибудь ты выловишь своего классного игрока. Вроде как я охуительно, что тебе дропаются пиздатые игроки, но тот конкретно чувак, который тебе нужен, возможно, тебе не дропнется до конца PES. Потому что он не захочет к себе приходить в паке. Следующее, от чего у меня просто пиздец как пригорело, это от ебаных формаций. Вы понимаете, вы покупаете тренера с одной формацией. То есть, блядь, тренер может играть только с одной схемой. Это что, блядь, нахуй за инвалиды? Допустим, я хочу, чтобы меня тренировал Клоп. Да, типа, крутой пиздатый тренер. Но, блядь, он играет только по одной схеме. Вы прикиньте, если бы так было в реальной жизни. Допустим, когда мне нужно отыгрываться, я хочу, чтобы, блядь, нахуй 150 нападающих было у меня в команде, и все побежали вперед. Но я этого сделать просто не могу. Да, вы можете там игроков переставлять, там, немножко левее, немножко правее, но чтобы радикально сменить схему. Сосихуй, говорит Konami. И они посчитали это охуительной идеей. Ладно, я думаю, найму я другого тренера, который подходит мне под схему. Но, блядь, этот еблан не сможет натренировать твою команду, если там недостаточно каких-то поинтов. По типу стоимость команды, какой-то моральный дух. Что это все за залупное, блядь, дерьмо? Я реально нашел свою схему, хотел по ней поиграть, но, блядь, тренер-мудак не может тренировать команду, потому что она слишком дорогая. Че, ебанутая, что ли? И далее, когда вы берете ей этого неопытного тренера, у вас команда просто не будет играть. Они будут вести себя, как бронзовые, блядь, бичи. Они будут проебываться по позиции, не забегать, стоять на месте, тупить. Еще самое охуительное, то, что, блядь, не все формации присутствуют в игре. То есть, кому-то повезет, ему выпадет его классная схема, где вот вы берете тренера, а кому-то не повезет и не будет играть по своей схеме. У меня, допустим, сейчас стоит клоп по схеме 4-3-3, и я тупо не могу играть в эту схему, потому что я привык к схеме 4-1-2-1-2. Дальше интереснее. Игроки на своих позициях стоят великолепно, у них все прекрасные, рейтинги охуительные, и все в этом стиле. Но стоит только немножко игрока передвинуть, блядь, с цопника на ЦП, все, у него рейтинг падает, и он сосет хуй. В FIFA возможно поменять позицию игроку, а в PESI хуй ты это сделаешь. Если ты купил цапника, он по жизни будет цапником. Купил цапника, хуй ты из него сделаешь цпшника. Разве что дцпшника, извините за мой нелепый каламбур. И это все происходит в наше время, в 21 веке, когда в FIFA ты из форварда можешь делать опорника. Ну вот извращение себя такое, что со мной поделать? И все утыкается в то, что ты играешь по неудобной схеме, по неудобным позициям, блядь. И удовольствия от этого просто никакого, абсолютно. Так, с этим разобрались. Игроков вы не можете адекватно перестраивать, тренера-долбоебы только тренируют по одной схеме, позиции ты менять не можешь. Вам, возможно, покажется, что это самые главные минусы. Но нет, мы переходим к главному и самому отвратительному, что есть в Pro Evolution Soccer. Это ебаный геймплей. И перед тем, как перейдем к теме геймплея, хочу сразу сказать, если вы даже проигрываете какому-то киберспортсмену 5-0, у вас нет возможности выйти из матча. Вы не можете рейдж-квитнуть. Я должен, нахуй, выходить из Pro Evolution Soccer по методу закрытия приложения. Только так. Сделайте вы хотя бы как в FIFA. Если чувак долгое время не двигается, пусть его, нахуй, выносят, блядь. Зачем это нужно? Кому это показалось хорошей идеей, блядь? Японцы, это одна из самых умных наций. Они сделали много крутых игр. Silent Hill, Resident Evil, Last Guardian. Список может быть бесконечным. Но почему, блядь, в футболе такая залупа получается, я не могу понять. Вот серьезно. У меня состав за дохуя тысяч денег. Там Бэкхамы, Наймары, Мбаппе. Встречается мне соперник, у которого, блядь, команда состоит из говна. И вы знаете, я никакой абсолютно разницы не чувствую в игроках. Они выглядят реально все как бронзовые печи. Двигаются как бронзовые печи. Они неповоротливые. Да, кто-то может чуть-чуть быстрее двигаться. Кто-то там по дриблингу может там как-то эластичнее двигаться. Но в целом, если смотреть объективно, они ничем друг от друга не отличаются. А пасы, блядь? Что вы думаете о пасах в Pro Evolution Soccer? У меня Дэвид Бэкхам, у которого пасы там за 90. И порой случаются моменты, когда я просто нажимаю крестик, и он не может, блядь, дать пас в ноги. Он дает куда-то влево, вправо, но только не в ноги. Вот, блядь, реально все познается в сравнении. Ты думаешь, бля, FIFA какая отвратительная. Там игроки тоже не могут дать, блядь, метре друг от друга. Мячик, ну когда ты играешь в PES, ты просто охуеваешь от жизни. Насколько там отвратительные пасы. Хотя нет, забросы в этой игре просто какие-то фантастические и нереальные. Вот забросы рулят реально. Вот ты треугольник зажимаешь, блядь, нахуй, мяч летит. И там какой-нибудь быстроногий пидарас выбегает, и тебя обязательно забил. А как насчет гандикапа? Вы думаете, эта хуйня только в FIFA присутствует? Блядь, у меня минимум 2-3 матча было, когда я, блядь, на протяжении всего матча хуярю его в голкипера, а он, блядь, нахуй тащит реальное и нереальное. Чувак выбегает, блядь, в двух атаках и забивает два голешника. Я такой, хм, интересно, и где же тут, блядь, нахуй отличие? Где тот самый реальный симулятор футбола? Я играю в какую-то ёбаную комедию, блядь. Голкиперы здесь также друг от друга практически нищего не отличаются. У меня вначале стоял какой-то чувак с рейтингом 80, он, блядь, пропускал все, что можно. Поставил, блядь, Лориса, у которого рейтинг 8-7. Он также пропускает все, что только можно. А как вам автоотборы? Это просто какая-то ебанутая хуетень, блядь. Игроки просто вгрызаются в тебя, как нереальные монстры. Тут любой игрок, неважно с какими статами, играет, как ёбаный, блядь, какой-нибудь фьераль с FIFA 18, серьезно. Как вам корпус данных игроков? Тут вообще есть корпус, блядь, кнопка корпуса, алё, блядь. Я перенажимал все кнопки, ЛТЛ, 2Л1, блядь, что только не нажимал. Корпуса просто никакого. Все отлетают, как ёбаные щенки. У меня был матч, где чувак просто бросил геймпад, ушел куда-то. И его игроки играли лучше, чем, блядь, он сам, серьезно. Я просто не мог подойти к воротам, потому что игроки сами отбирали мячи, сами подкатывались и все в этом стиле. Я честно пытался в эту игру играть. Я честно давал ей шанс, блядь. Это как красивая девушка. Вы открыли паки, посмотрели, блядь, на прокачку, думаете, оу, сексуальная чика. Но когда вы начинаете углубляться в характер, вы понимаете, что это полный пиздец. Я еще не касался темы того, что вообще в целом делать в Pro Evolution Soccer. Ну, в плане интереса, типа, дивизионы, матч на рейтинг, какой-то ёбаный кубок и все. Никакое подобие викинг-лиги, никаких ёбаных СБЧ, которые хоть как-то могли отвлечь себя от всего этого говна. Ничего, просто ничего. Даже если не касаться геймплея, все то, что я рассказал вам про режим MyClub, про возможность создать свою команду мечты, она убивается в пух и прах из-за каких-то ёбаных дебильных, блядь, нахуй, принципов Konami. Это я еще и не напоминал вам лицензию RFPL. Это просто какая-то хуйня. Вы посмотрите, какие охуительные лица, какие геймфейсы, блядь. Они так представляли эту RFPL-ку, как нечто невероятное. Думали, вот это будет проработка, вот это будет крутота. В итоге, блядь, никаких нахулиц там, не считая каких-нибудь топчиков. И никаких стадионов. Ну, в общем-то, ребятки, вот я и высказался. Опять со мной многие, наверное, будут не согласны, будут писать, что я просто играть не умею. И все в этом стиле. Ну, пусть будет так. Это мое мнение, мои впечатления. Опять же, все познается в сравнении. Если вам кажется, что FIFA это просто лютая хуйня, зайдите в PES и убедитесь в том, что бывает все намного хуже. Жду ваше экспертное мнение в комментариях. Пишите, что думаете про все это дело, прав я или нет. А с вами был я, Банда FX, Честер, мой любимый котейка. И всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok